Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Курдюков. Как и в прошлом видео, мы с Сергеем Крыловым договорились, что будем вести передачу и вместе, и пораздельно. В данном случае я сегодня один. Хочу рассказать о протезах, которые сделали здесь, в Анталисфит, в мастерской, недавно, в сентябре. И его сейчас полностью собрали. Это я сейчас в косметике сижу. Это пласт азот, такой материал. Раньше у меня был поролон, сейчас пласт азот. Это на бедро, это на голень. Сделан такой липучик, легко снимается, легко одевается. Вот такая заготовка. Можете спрашивать своих протезистов, он такой же легкий, как и поролон, не такой дорогой. И могут сделать вам такую же косметику. Косметику я ношу, когда одеваю брюки. Если просто на железку одевать брюки, то они будут просто раздуваться, будет некрасиво. Вот. А это как бы эстетично красиво, и она как бы очень удобная. И всяких чулков, как в поролоне. Обычно, когда поролон одевается, там чулочки где-то там, то есть не очень. А это одевается и снимается легко. И вот этот пласт азот, то есть он есть в его мастерской, и вам не сможете это сделать. Далее начну с гильз. Основное же, вы знаете, это гильза, да? Вот. Вот такая гильза у меня на бедро. На бедро. Она, видите, вот здесь вырезанная. Это как бы называется скорректирование, да? Ну, там что мышца работала, да? Плюс здесь такой вкладыш, видите, да? То есть, вот куда я сажусь, да? Ну, как бы пятка называется, да? Вот. Бало того, что здесь у меня силикон, силиконовый лайнер. Сейчас покажу. Вот такой силиконовый лайнер у меня, да? Вот он там заворачивается, я как бы у меня сюда выворачиваете, да? Вот. И еще и плюс здесь еще такая вкладочка. То есть не просто на пластмасску сажусь какую-то, да? А и вкладыш, и плюс силикон. Получается довольно-таки мягко. Вот. Плюс, так сказать, гильза сама покрыта карбоновым слоем. То есть она, во-первых, потоньше, то есть полегче, вот, и карбоновым очень прочным материалом и попрощнее, но и покрасивше получается, да? Вот. На голень, на голень у меня тоже самое, как видите, да? То есть тоже с карбоновым покрытием, тоже такая же вкладочка, видите, да? Очень мягко, да? У меня тоже как бы здесь силикон немецкий, немецкий силикон. Они одинаковые, все здесь, все здесь, да? Вот. И у меня замковое крепление. Замок тоже от Antares Fiddles поставили они. Знаешь, у меня буметизовский замок. Вот. Порой домой приходишь вечером, вот, и он прям так не снимешь, надо так вышибать даже его, да? Вот. Здесь он, как бы, одел, просто мягко снимается, легко работает, хорошо замок работает. Вот. Вот. Это вот сами гильзы такие вот, да? То есть довольно симпатичные, легкие, прочные. Вот и с такими мягкими вкладышами. Вот. Вот. На коленке у меня на бедре это симфония. Все уже знают, что такое коленка. Это гидравлическая коленка от компании Намцесская японская. Плюс она шестизвенная, да? То есть она укорачивается при ходьбе, да? Вот. Ну, и здесь стоит еще и замок. То есть она может быть прямой, да? То есть, ну, это как она полезет там, там, на стремянку залезет в кого-то, да? То есть, вот, по льду, если там надо будет пройтись, то есть, ну, просто замыкайте и все. Вот. По симфонии уже были здесь, как бы, трансляции, и я много на своем канале говорил об этом. Вот. Я недавно хожу, как бы, на симфонии взял, как бы, в аренду. На это ходил на четырехзвенники я до 19-го года, до 20-го года, да. Вот. Потом, как бы, не понравилась сразу симфония, когда я тестирую коленные модули в компании Antares Suite. Будет такой сериал, протез на прокачку. Я и Сергей, мы, как бы, здесь рассказываю, я тестирую коленные модули, стопы и рассказываю о них. Если кто хочет, посмотрите, на канале Antares Suite есть целая подборка там, да? Вот. И мне сразу понравилась симфония, я, как бы, у меня знакомый есть, у него парная ампутация бедер, у него две симфонии стоят, тоже в Антарисе сделали протезы ему, вот. Ну, он что-то приболел и не ходил, и я у него взял, как бы, аренду и ходил. Вот. Ну, позаимствовал таскать. Сейчас мне поставили новую. Вот. Плюс поставили стопы Highlander. Раньше у меня была стопа Ассоровская. Вот такая стопа, это называется на FlexFood, да? Вот. Она такая тоненькая, видите, да? Вот. И тоже карбоновая, да? Вот. Она не раздвоенная, вот такая прямая, да? Вот. Ну, для парника не очень устойчивая была она, как бы. Вот. А вот сейчас поставили Highlander. Вот такая вот стопа, чуть меньшим размером. Вот. Ну, она, видите, пошире, во-первых, да? Раздвоенная. То есть при ходьбе, сами понимаете, то есть вот такие маленькие камешки, там неровности. Ну, просто не замечать буду. Вот. И она более устойчивая. То есть я вот даже прошел сейчас вот на своих вот новых стопах, да? Вообще устойчивость хорошая на них, да? Перекат хорошо чувствуется, да? Вот. И она, если видите, да, здесь еще вот этот вот загиб, да, дает еще пружинности, отдачи больше, да? То есть она прям подбрасывает, да? Вот. Вот такая стопа Highlander. То есть в итоге что получилось у меня? Такие вот гильзы карбоновые, да? Вот. Вот. Коленка симфония, Highlander, да? Вот. Ну и поворотник здесь еще стоит у меня. Раньше у меня поворотника не было. Вот такой поворотник, да? Вот. Ну, он тоже удобен. Я вот даже воспользовался. Вот ходил в поликлинику недавно. Сейчас оформляю с Антоном курортную карту. В санаторий еду. В Ашпаторию вот сейчас 26 октября. И вот даже сел в поликлинике, да? Там, допустим, бахилу одеть, да? Одеть бахилу, да? Вот. Просто взял, там, развернул так. И бахильчик одел. То есть очень удобно, да? Ну, это к примеру. Можно там также кроссовок менять, там шнурки шнаровать. Вот. Такой поворотник. Вот такие вот протезы. Делаю сейчас в Антарис Фит. Да? Очень давно красиво получились протезы, да? Мне очень понравились, да? Вот. И все это по программе реабилитации. То есть я, как бы, денег не платил за это все. За это все заплатил государство. Вот. Все это, как бы, мы подобрали. Вот. И уложились. Вот. В компенсацию. Сейчас я подал на компенсацию, да? То есть деньги. Вот. Документы дали в Антарис Фит. Я подал на компенсацию. Вот. Я думаю, деньги жесткого дойдут, да? Да? Если будут такие вопросы, пишите в комментариях, да? Вот. Я, как бы, не хвалюсь, да? А просто для чего показал. Вот. Какие делают протезы в Антарис Фит. Да? То есть мне вот сделали, допустим, да? Вот. Ну, здесь, в принципе, Маршев приезжал, допустим. Ну, ему делали гидзи, тоже классно сделали, да? До сих пор ходят и радуются, да? Вот. Ну, еще есть такая мысль, да? То есть у меня. То есть какой бы ни был протез, да? Вот. Если я сейчас ходил бы, как и раньше, ну, с костылями, да? То в этом во всем не было бы смысла. То есть, в принципе, когда ходишь костылями, там упор идет уже не на ноги в основном, а на руки, да? То есть как бы. Вот. И вот этих всех вот, что стопа там, что хайлендер, что вот такая будет стопа, да? То есть, в принципе, особо этого все не замечаешь. Вот. Коленка там, да? То есть, вот. Потому что ты ходишь, как бы, на руках, получается, да? Вот. И в этом во всем смыслу нету. Вот. Когда ходишь уже на ногах прямо, да? То есть, с палочкой. Вот. Я, чисто, для равновесия палочкой пользуюсь на улице в основном. Вот. То, как бы, здесь ощущаешь вот и стопу, и как она работает, и как коленка работает. Вот. И гидзи, самое главное, тоже удобная. Вот. Здесь все это более заметно. Весь, все функционалы, вот этих вот, коленом модуля, там, стопы, да? Вот. 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 Ну и вот, что мне понравилось, первый раз в жизни, какая косметика, да? Раньше был только поролон. Здесь он, видите, очень. Раз, на липучке присоединился. Очень удобно и красиво, да? Вот. Называется материал пластозот. Есть в любом процессе предприятия. В вашем момент точно есть. Узнаете свой процесс. Вот. Недорого и красиво. Ну что же. Вот. Всего доброго. До свидания. 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 До свидания.